Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергея Медведев. «Археология. Человек». Как всегда, по вторникам. Вы знаете, хочу начать с исторического события, ну не события, вернее, юбилея, годовщины этого года, которое удивительным образом прошло совершенно незамеченным. Речь идет о 400-летии дома Романовых. В 2013 году это отмечалось. По сравнению с теми празднествами, которые были совершенно государственного, огромного масштаба, которые развернулись 100 лет назад, в 1913 году, в этом году все было очень-очень скромно, практически без государственного участия, фактически силами общественных организаций. Прошло 400-летие, празднование 400-летия дома Романовых, которое, в общем-то, является одной из точек отсчета нашей современной государственности. Можно сказать, что даже нынешние праздники, российский главный государственный праздник, День национального единства, который отмечается 4 ноября, он, в общем-то, привязан к событиям, которые связаны с 400-летием дома Романовых. То есть, в 1612-е были изгнаны поляки из Кремля, и затем, год спустя, у нас начала, воцарилась династия Романовых. Вопрос в том, почему так? Почему у нас какая-то такая наблюдается шаткость и неопределенность в отношении основ нашей государственности? Почему у нас такие плавающие государственные праздники? Просто на памяти моего поколения, нашего поколения. Это 7 ноября, это 12 июня, это затем 4 ноября. Хотя многие, может быть, скажут, что это 9 мая, самый главный, так сказать, народный и государственный праздник. Вот обо всем об этом хотелось бы поговорить с нашим гостем, историком Алексеем Миллером, доктором исторических наук, ведущим научным сотрудником Института научной информации и по общественным наукам. Добрый вечер. Добрый вечер. Алексей, вот я хочу сразу, так сказать, вопрос так академически поставить. Есть такая теория, очень часто в изучении нации, теория конструктивизма. У нее есть одна из таких наиболее цитируемых книг под названием «Вымышленное сообщество» Бенедикта Андерсона, в которой он утверждает, что все нации так или иначе были рано или поздно придуманы своими элитами. Как, на ваш взгляд, Россия тоже была придумана в какой-то момент своей правящей элитой? Ну, во-первых, неточный перевод. Imagine communities, то есть воображенные сообщества. Воображаемые сообщества, да. И Андерсон начинает с того, что все крупные сообщества воображаемые. Просто все. То есть это не вопрос о том, что это не настоящее сообщество. Просто все воображаемые сообщества, все крупные сообщества, они так или иначе воображены, потому что члены их не знают друг друга. Не могут знать всех. В отличие, скажем, от деревенского сообщества. И, конечно, Россия не является исключением. Как и все другие большие сообщества, она была воображена. Мы даже на сегодня примерно уже представляем какие-то этапы этого процесса. Ну и что это за этапы? В какой момент, вот где, что нам взять за точку и счету, в какой момент начинают придумывать, воображать Россию? Ну, начнем с того, что в какой-то момент надо было решить, что это государство называется Россией. Это Петровская эпоха? Петровская эпоха. 1721-й, да? Фактически первая такая официальная Российская империя. Нет, это уже империя. Это уже империя, да. Да, это уже следующий этап. Но все это сконцентрировано при Петре, да? Но вообще надо понимать, что понятие народ, например, было освоено в московском обществе, да? Во второй половине 17 века. А до этого были люди. Люди, да. А народ пришел из Речи Посполитой. Вот это понятие, да? Ну, дальше... Народ вот в 17 веке, что во второй половине 17 века? Что, кто назывался народом? Все как бы тело общества или какая-то часть конкретно называлась народом? Простого ответа нет, потому что зависит от контекста. Вообще вот в том контексте, откуда это слово приходит, польское, есть такое понятие народ шляхетский, шляхетская нация, да? То есть это только дворяне. Это только дворяне. Больше того, эти дворяне легитимируют свою власть над крестьянами теорией завоевания. Они акцентируют, что они происходят от сарматов, и они по крови ничего общего с этими крестьянами, которыми они правят и владеют, не имеют. Но есть какие-то... То есть они народ, а те люди. Ну, в общем, в некотором смысле, да. Дворяне народ, а простые люди. Нет, но тут аккуратно, аккуратно, потому что слово народ в польском языке, оно неравнозначно понятию народ в русском языке. Потому что там есть посредник. Этот посредник образованные книжные церковные люди Киевского круга. И вот оттуда приходит синопсис. Это книжка, которая переиздавалась в России десятки раз в XVIII веке, когда книжки не так часто издавались. Которая была самой популярной рукописной книгой вплоть до начала XIX века. И которая во многом формировала представление московского общества об истории. Ее писали в Киеве. Писали люди, которым важно было подчеркнуть, что вот те православные люди, которые живут в Киеве и вокруг, они такие же, как те московские люди, к которым они присоединяются. То есть если они другие, то там возникала угроза потери статуса. Надо было подчеркнуть, что они такие же. И вот эти православные книжники, они говорят о славяно-русском народе. То есть впервые появляется народ в связи с присоединением Украины к России, да? Понять, что мы как бы одни люди. Ну, не будем пользоваться этим жаргоном советским, да? Присоединение Украины к России. Потому что ни Украины тогда не было, ни России. Ни Украины, ни России. Не присоединение. Не присоединение, да. Вот. Но, тем не менее, была проблема и у церковной элиты, как занять правильное место в этом новом государстве. И потом будет у казачьей элиты светской. То есть все дело в централизации власти. Появление вот этого московского абсолютизма, укрепление московского абсолютизма, присоединение новых, ну, так сказать, включение новых земель и этнических групп. И как-то их все вместе надо одним словом назвать, и появляется слово народ. Я не думаю, что они о таких вещах думали в тот момент. Ну, они не думали, но как бы по механике возникновения этого термина. По механике что происходит? Люди, которые хорошо знакомы с западной культурой, ну, потому что они находятся в кругу польских образованных людей, они не обязательно с ними дружат, они могут воспринимать как врагов, но они, по крайней мере, Аристотеля читали, да. Они становятся частью образованного, и на самом деле главной частью образованного московского общества. И если мы начнем смотреть там, кто становится местоблюстителем патриаршего престола при Петре? Стефан Еворский, человек оттуда. Кто главный петровский идеолог, кто придумал понятие империи, кто придумал, что Петр должен стать императором? Феофан Прокопович. Это все люди оттуда. То есть они приносят и вот эту культуру. При Иване Грозном, когда православные люди из Речи Посполитой являлись в Москве, их заставляли повторно креститься. Потому что считалось, что там непонятно, какого они качества, православные христиане. А здесь уже совершенно другая ситуация. Если мы посмотрим на роль этих людей в церковной иерархии, в русско-православной церкви, они играют ведущую роль. Да? И понятие империя и понятие нация приходят в Россию одновременно. То есть империя, нация и народ. Фактически возникает все это в конце 17-го, начале 18-го века. В начале 18-го века слова нация и империя были освоены и применены. То есть, ну понятно, страну назвали империей, а слово нация появляется в разных документах, которые в России создаются на стыке с внешним миром. То есть там, где, скажем, вот 1714 год правило шкипером. То есть это всем шкипером, да, чтобы всем было понятно. Не только русским шкипером. Там используется понятие нации. в международных договорах 18-го века используется понятие нации. Ну да, дипломатия, так сказать, все такие вещи для внешнего пользования. А когда... А в словаре толковом, который при Петре составлялся, говорится нация тире народ. А когда внутри самой России утверждается понятие нации? Когда начинается, вот скажем, самосознание страны, как вот этого вот единого целого? Я бы не так быстро скакал через периоды, потому что, ну, во-первых, давайте зафиксируем, в каких значениях понятие нации используется в России в 18-м веке. Это понятие суверенного государства. В этом смысле нация и империя почти синонимы. Одно и то же, да. Во-вторых, это шлихетская корпорация. Или дворянская корпорация. Да? Вот Фан Визин, когда он писал для братьев Панинах такой проект переустройства России, он больше десяти раз использует в этом проекте понятие нации. И ясно, что он говорит о дворянстве русском. Затем наступает конец 18-го века, который определяется Великой Французской революцией, где «Viv la Nassion» это главный лозунг. У Карамзина есть чудесный анекдот в его записках русского путешественника. Он рассказывает, что революционеры, крестьяне поймали какого-то дворянина, во Франции, куда-то брел. И говорят «Подозрительный ты человек, ну-ка кричи «Viv la Nassion»». Но он покричал. Они говорят «Ну ладно, тогда молодец, можешь идти». Потом так «Погоди-ка, а ты нам объясни, что такое нация». Я почти дословно пересказывал. И Карамзин очень много как бы играет с этим термином. И он там уже всерьез в записках русского путешественника ставит вопрос, что все говорят про нацию, но от имени нация действует какая-то очень узкая группа людей. Ну и понятно, что вот тогда возникает политический концепт, когда говорится о том, что нет никакой власти. Раньше-то власть была от Бога, а теперь нет никакой легитимной власти, которая не от нации. Это в декларации прав человека и гражданина. Но нация при этом только начинает создаваться и осознаваться. Если посмотреть на ту же Францию, это горнило наполеоновских войн, затем уже объединение Франции при помощи весь XIX век технологий, и газеты, затем и железная дорога, и школы, и введение единой нормы французского языка. То есть появляется какой-то процесс строительства нации. Ну, конечно, нельзя же строить то, чего ты не понимаешь, о существовании чего ты не знаешь. Только тогда, когда нация была воображена, ее начали строить. Очень опасно, кстати, полагать, что уже в XIX веке в нацию включались все люди какой-то группы. Потому что ведь нация формулировалась через политическое участие. а из политического участия, в общем, исключено огромное большинство населения. Бедные женщины, там, по принципу расы, потом, и так дальше. Но в России как бы все это осваивалось в первые десятилетия XIX века, но тут очень важно оговориться, что ведь в России образованные люди в начале XIX века говорят об этих вещах на французском языке. Ну да, тоже. И поэтому у них возникает проблема, как переводить. И были люди, которые переводили, то есть не переводили, то есть насел нация. Ну, вот сейчас до перерыва, чтобы нам понять, уточнить, в какой момент французы стали называть себя французами? Да, вот крестьяне есть такая, по-моему, Юджина Вебера книжка, как крестьяне стали французами, peasants into frenchmen. Вот, в какой момент крестьяне стали называть себя французами? Это уже после революции, после наполеоновских войн? Я думаю, что очень многие крестьяне стали называть себя французами только в начале XX века. То есть ушел весь XIX век на то, чтобы, так сказать, они осознали, что мы французы. В этой книжке Вебера очень ясно говорится о том, что к концу XIX века треть населения Франции по-французски не говорила. Вообще. Говорила на разных диалектах. На патуа. Да? Но это перспектива тех, которые их ассимилируют. Ну да, с точки зрения такого мейнстрима по паре парижского. Ну что ж, говорим о том, как зарождаются нации, в какой момент они себя начинают называть таковыми, когда французы начинают называть себя французами, и что нам интереснее всего, когда русские начинают называть себя русскими. Продолжим после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с Алексеем Миллером, историком, ведущим научным сотрудником Института научной информации по общественным наукам. Говорим о возникновении русской нации. В какой момент мы начинаем называть себя русскими. Вот, Алексей Ильич, вы говорили про начало XIX века, такой ключевой момент, наверное, с Карамзиным связан, с историей государства российского. Вот я вспоминаю Толстого «Война и мир». Воюют там они, я как-то даже не помню, чтобы они себя русскими-то называли, когда они христианами, вот там Платон, Каратаев, вот такой вот архетип русского христианина, то он христианин, христианин, он же христианин, он воюет за христиан. Вот как-то даже, по-моему, Платон Каратаев, он не воюет за Россию. Ну, давайте, значит, как-то разделим котлеты, мухи, Толстой, который был очень плохим историком, который так нам написал про войну XII года, что мы потеряли одно из самых главных наших исторических достижений в XIX веке. потому что у него как бы то, чего мы должны любить, заканчивается в XII году. Это все равно как историю там Великой Отечественной войны. Закончить Курской битвой. Закончить Курской битвой. А то, как Александр I, которого вот Толстой не любил, да, привел в Европу 500-тысячную армию, а в этой Европе 4 города по 500 тысяч человек всего, создал гигантскую коалицию, довел ее до Парижа, как русская армия вела себя в Париже таким образом, что ее никто не вспоминал плохо, и всякие вот эти вещи. Они Толстому не понравились, он о них не написал, и в результате мы об этом ничего не знаем. Да? Отбросим Толстого. Значит, следующий важный момент, это за что сражались, кто сражался. Тут очень большая хитрость, потому что, смотрите, Наполеон впервые построил армию по признаку всеобщего набора, да, но при этом странным образом русская армия оказалась намного более сплоченной и в некотором смысле национальной, потому что людей забирали в армию на 25 лет, то есть на всю жизнь, и для них полк была семья, это была артель солдатская, они вместе из одного катла ели, и вот эта сплоченность, она сыграла очень большую роль, но при этом мы понимаем, что скажем, если мы смотрим на офицерский корпус, то это безусловно европейская аристократия воюет, с той и с другой стороны, она совсем не вписывается в понятие русский, француз и так дальше. У Герцена в Булом и Думах есть чудесный момент, когда он спрашивает отца, был гость и он ушел, они говорили, и мальчик понимает, что говорили о 12-м годе, и он говорит, а вот как странно получается, что француз воевал против своих, он воевал в русской армии в 12-м году, а отец ему говорит, не понимаешь ты ничего, он воевал за попранные права своего короля в армии нашего государя-императора, и вот это вполне аристократический взгляд, да, а с Карамзиным тоже все непросто, потому что идея о том, что Карамзин сконструировал русский национальный нарратив исторический, с моей точки зрения неверна, это сделал не Карамзин, это сделал Устрялов, причем в явной оппозиции к Карамзину, у Карамзина главный герой государства, и это история государства российского, аустрялов говорит, что чего же мы так обедняем нашу историю, если мы напишем историю народа, то масса людей, масса земель, которые были вне государства российского в течение многих веков, станут частью нашей истории, когда он это делает, в 30-е годы? 30-е годы, в эмиграции, что? почему в эмиграции? в Шанхае публиковалось? 19-го века, у астреалов, выявится потом, он, ему покровительствовал, ему покровительствовал Уваров, Сергей Семенович, он дал ему премию за лучшую книгу по русской истории, а почему он был важен? Что это было такое? Это был ответ на польский вызов, потому что империя столкнулась с тем, что разрушенное, но не уничтоженное вполне в лице своего дворянства польская империя говорила о том, что западные губерниты это польские, и вот как раз Карамзин в записке русского гражданина, которую он пишет злой Александру Первому, причем боится, что закончится путешествием в Сибирь, он возражает против высказанной Александром идеи, что не отдать ли нам эти губернии присоединить их к царству польскому. с точки зрения Александра вполне интересный шаг, потому что ему нужно, чтобы польское дворянство его любило, он сам еще по совместительству польский король, а Карамзин его возражает с точки зрения русского имперского дворянства, он говорит, что не имеешь ты права отдавать то, что хоть раз было присоедено к нашей империи. Но что очень интересно, Карамзин во всей этой записке ничего не говорит о преобладающем населении этих областей как о русских, а вот Устрялов уже говорит, как о части русского народа. Вот с этого момента малороссы, белорусы и так дальше в официальном народе становится часть русского народа. А люди записываются в сословия вероисповедания. Никакой там этничности не записываются. И не будет до 1917 года. До советского времени. И не будет до 1917 года. Но зато концепт русской нации уже есть. И вот идея, что русская нация это не только великороссы, это еще и малороссы и белорусы. А это имперская идея? То, что русскую нацию по такому расширительному принципу толкуется. Значит, вот тут наверное самый ключевой момент нашей беседы. Потому что давайте зададим себе вопрос. О каких нациях мы думаем как об образцах строительства нации в 19 веке? Что Франция, Британия, Германия? Да? А теперь вопрос, что это такое? Это национальные государства или это империя? Ну, ставшие это, ну, они стали национальными государствами в эпоху с силой исторического раздействия, в развитие там через Гарибальди, через Бисмарка? Нет, Гарибальди я не трогал. Я пока говорил о Франции, Британии и Германии. Возьмем еще Гарибальди. Там был такой Мадзини, который говорил, что Италию мы создали, а теперь надо создать итальянцев. И во всех этих случаях либо у нас есть старые империи, которые строят нацию в своем ядре. Вот англичане были, ну, по крайней мере, представляли себя как нация еще в 17 веке. Но в 18 и 19 веке они же строят британскую нацию, которая включит в себя и шотландцев, и валийцев. Но ядро все-таки остается отличное от империи. Но это ядро растворяется, да? Вот если мы воспринимем Англию как ядро, то есть англичане готовы растворить свою английскую в британскость. А вроде бы, да, остров. Но, между прочим, они думали о том, а не должно ли быть, не надо ли включить в нацию, скажем, белых колонистов Австралии, Новой Зеландии и так дальше. Франция тоже вот этот гексагон, который мы сегодня воспринимаем как что-то естественное, он был превращен во французскую национальную территорию, а люди его населяющие были превращены во французов. тяжелой работой. Кстати, довольно уникальной. Франция всегда воспринимается, ну, или очень часто как норма, она должна восприниматься как исключение. Германия, баварцы, саксонцы и так дальше. А, кстати, вместо итальянцев мы имеем неаполитанцев, венецианцев и так дальше. И как они обосновывают, легитимируют свое государство? И немцы, и итальянцы, они используют традицию империи. Как назвал Бисмарк свое государство, которое он создал? Рейх. Вот. Не случайно. Что делает Италия, как только они создали какое-то государство? Во-первых, она старается убедить венецианцев и римлян. О чем они говорят? Романита. То есть, доблести римские мы сейчас восстановим в нашем новом государстве. Это какие-то римские доблести, имперские доблести. И чего они делают сразу? Они сразу бросаются завоевывать колонии. В том числе для того, чтобы консолидировать нацию внутри. империи. То есть, вы хотите сказать, что нету такого противоречия между нацией и империей, что все, по крайней мере, такие главные европейские нации, которые приводятся как образец строительства нации в 19 веке, как те же Франция и Германия, возникали как империи. Безусловно. Только вот здесь важный момент, что когда строится имперская нация, она не хочет... Проект имперской нации почти никогда не включает в себя всю империю. Но он и не предполагает распуска империи. То есть, идея империя теперь становится собственностью нации, а не королевы Виктории. Да? А в России что? А в России то же самое. Вот эта идея, что малоросы, великоросы, белорусы должны слиться в единую нацию, она еще больше становится актуальной и акцентируется, когда смотрят на объединение немцев. Дальше вопрос весь сводится к тому, кому удалось и кому не удалось. Поэтому рассматривать вариант возникновения украинской нации как что-то абсолютно неизбежное и естественное, а их ассимиляцию в большую русскую нацию как что-то противоестественное, это неправильно. обе возможности были открыты. Вот Мистраль и Шевченко, два выдающихся поэта, они жили одновременно. Мистраль в Провансе стал в некотором смысле последним великим провансальским поэтом. Шевченко, но он тоже последний великий украинский поэт. Мы не знаем других великих украинских поэтов. Но зато он стал основателем украинской литературы и в некотором смысле отцом основателем нации. Но этого могло и не случиться. Вопрос о том, почему это случилось так, а не иначе, он очень интересный. Так почему, скажем, действительно, задаться, почему не состоялся провансальский, окситанский национальный проект и гораздо более успешен был украинский? Это говорит что-то о Российской империи? О большей толерантности? Давайте зададим такой вопрос. Сколько раз Прованс был оккупирован иностранными войсками в течение 19-го и начала 20-го века? Да вот думаю не доводилось там. Вот, я думаю, что ноль раз. Со времени авиньонского пленения там. А что у нас происходило на западных окраинах Российской империи в течение 19-го и особенно начала 20-го века? У нас была парочка польских восстаний, очень важные события, 1830- 31-й, 1863- 64-й, а затем была Первая мировая война, когда в течение нескольких лет вот все это пространство, где затем сформируется Украина, Литва, Беларусь и так дальше, находилось под властью немцев и австрийцев. Может быть, это имеет какое-то значение? Да? На самом деле имеет это очень большой. В общем, я бы сказал так, накануне Первой мировой войны было еще непонятно. То есть украинский национализм уже был достаточно силен, но безусловно очень нишевый, очень элитный. Основная масса людей по-прежнему в общем не была украинцами. Знаете, был такой союз русского народа накануне войны. Но это была такая русская националистическая монархическая организация. Черносотенцы. Да, но просто наши слушатели могут подумать, что Черносотенцы это что-то такое ужасное-ужасное и совсем ужасное. все сложнее. Но вопрос в другом. Где у него была самая многочисленная организация? Украине? На Волыни. На Волыни. На Волыни. Западная Украина. 200 тысяч человек. Крестьяне. Да, интересно. Но вы знаете, вот вопрос, который я хочу задать перед тем, как мы сейчас уйдем на перерыв и попытаться понять, таким образом, как получилось, что, вот если сейчас мы перенесемся на 100 лет вперед, на распад Советского Союза, что Украина-то в результате оказалась с гораздо более целостным национальным проектом, чем Россия. То есть нация строительства Украины, как мне кажется, оно было гораздо более консолидированным, чем то, что сейчас происходит в России. и давайте попытаемся понять, каким образом, почему у нас сейчас такой происходит идейный разброд и шатание в отношении русской нации. И снова добрый вечер. Программа «Археология». Говорим о создании русской нации, изобретении России, как мы сформулировали тему нашего эфира. У нас в гостях историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам Алексей Миллер. Алексей Ильич, ну вот, собственно, возвращаясь уже в ближнее прошлое, 1991 год, распад Советской империи, хотя, не знаю, можно, конечно, спорить, было или не было Советской империи, но почему так получилось, что окраинные этносы, они гораздо быстрее и ловчее, что ли, сформулировали свои национальные проекты, свои нации, я уж не говорю о прибалтийских странах, о Балтийских республиках, но взять, скажем, даже Украину, Молдову, чем это вышло у России? Россия на развальных империях, она с нацией пришла? Давайте пока немножечко оставим Россию в покое, наконец, потому что, прежде всего, я хочу вам возразить по поводу Молдовы и Украины, потому что говорить о том, что у них ловче получилось национальное строительство, это, с моей точки зрения, сильное преувеличение, и Молдавское общество, или общество Молдавии, да, и украинское общество глубочайшим образом расколоты. Возьмем Украину в качестве примера, да, и для начала скажем вот о чем, что если уж мы говорим о советском опыте, то мы должны сказать, что политика большевиков и коренизация сыграли громадную роль в построении украинской нации. Во-первых, потому, что сразу после революции главным своим врагом большевики считали русским национализмом. Причем это не какая-то фигура речи, просто вот клуб русских националистов, который был очень мощной организацией в Киеве, да, вот большевики пришли в Киев, нашли его архив, а там были списки членов. Вот они всех, кого поймали из членов этого клуба, расстреляли в течение трех недель, по-моему. Вот это к вопросу о том, с кем они боролись. была такая самоидентификация, такая опция, да, малорос. Очень многие люди считали себя малороссами. Что такое малорос? Малорос это не великорос, но часть русской нации, да. Переписи 1926 года, которые проводят большевики, эта категория исключена. То есть переписчики, они получают инструкцию, что если человек называет себя малоросом, значит, ему нужно поговорить, ему объяснить, что нет такого, да. А кем тогда его записать? Украинцам. Украинцам уже. И вот вы можете себе представить, да, вот сегодняшний украинец, средний, он абсолютно убежден, что малорос это такое очень унизительное слово, которое придумали великороссы для того, чтобы обозначить, что малоросы такие убогие, маленькие и младшие братья. Что, конечно, полный нонсенс по всем параметрам, да, но очень много людей идентифицировали себя таким образом. И так большевики строят украинскую нацию. Они ликвидируют безграмотность в Украине на украинском языке. А что очень важно в этом проекте? Что украинскость, которую внедряют, да, которую укореняют в Украине, которые находятся под властью большевиков, русские братья. Да, вот там нет культивирования враждебности. В той части Украины, которая находится за пределами Советского Союза, под властью Польши, там есть культивирование антирусскости. И во многом именно там вот в это время и заложился вот этот раскол сегодняшней Украины на западную и восточную идентичную. Ну, то есть большая роль большевиков. Ну, конечно, я думаю, если, скажем, взять там Абхазию, просто язык от нуля был создан литературный. большая роль большевиков, а то, что украинцы воевали друг против другу, кого больше всех убила УПА? Даже не евреев и даже не поляков. Она больше всех убила украинцев. Но это были те украинцы с Востока, которые приезжали туда устанавливать советскую власть и которых украинская повстанческая армия убивала. Ну, хорошо, возвращаясь к советскому периоду. Советский период был временем провала для конструирования русской нации, потому что русская нация была, по крайней мере, до Второй мировой войны, до Великой Отечественной была растворена вот в этом котле интернационала. Был временем провала, но механизм я бы иначе описал, потому что начнем с того, что советская власть демонтировала ключевые элементы того русского национального строительства, которое проистекало в 19-м начале 20-го века. Пункт первый. Вот эта концепция три единой нации, включающая малоросов, белорусов и великоруссов, она была отброшена. То есть белорусы и украинцы были легитимированы как самостоятельный национальный проект. Это очень важный момент. Пункт два. Один из ключевых моментов строительства нации это присвоение определенной территории как национальной. В этом смысле проект строительства русской нации в Российской империи был необычайно успешен. огромные территории были присвоены, освоены, обрусели за счет демографического завоевания. Огромные сельскохозяйственные миграции. Новороссия, Ставрополь-Кубань, который до середины 19 века это часть кавказского наместничества. Наконец, Сибирь и Дальний Восток. это миллионы человек. Вот Ставрополь, Кубань, Сибирь, они остались русскими. Это завоевание вот этого проекта строительства нации. Да? Потому что Сибирь не считалась частью России еще. Сейчас, сейчас, по-вашему, Сибирь входит в понятие исторической территории России. России именно. И Дальний Восток входит. Ну, смотрите, люди так это воспринимают. Что значит, по-моему? Мое мнение здесь довольно второстепенно. Люди осознают себя там, как часть России. Очень важный момент, что было, были демонтированы очень многие из этих завоеваний. Кроме того, ведь авангардный отряд этих демографических перемен, этих демографического завоевания, это казаки. Что большевики с казаками сделали, мы знаем. В Советском Союзе в 20-е годы было создано 10 тысяч автономных административных образований, построенных по национальному признаку. Это была империя, но это была совсем другая империя. Вот поэтому очень важно, что мы живем на руинах этого советского проекта. Вот вопрос мою, что на этих руинах российские самые руинистые руины получаются, потому что у всех этих 10 тысяч национальных образований может быть сейчас и меньшее количество по мере укропнения, но у России даже не было органов государственного управления, у России не было представительства в организации объединенных наций, в Украине и Белоруссии были места, в ООН. Я думаю, что это достаточно старостепенные вещи, намного важнее других. Не было ли такого, что русский национализм был до самого конца главным врагом советской власти? Он был источником опасности, за этим всегда очень подробно следили, но что очень важно, что Россия унаследовала гигантский набор национальных автономий. Что с этим делал, совершенно непонятно. Вот Андропов в короткий период своего правления, мы знаем, что он позвал Вольского, своего помощника, А тот позвал Велихова. И вот они вдвоем, Велихов и Увольский, разрабатывали для Андропова проект отмены национальных автономий в Советском Союзе и отмены республик. И превращение Советского Союза в некий такой агломерат автономий по, ну не автономий, а автономных единиц, по ненациональному признаку, по территориальному. Но Андропов мог об этом мечтать. Потому что хотел бы я посмотреть на того, кто бы возразил Андропову. Но сейчас ситуация несколько иная, мы не можем этого сделать. То есть вот что значит жить на руине? Извините секунду, вот этот вот проект Андроповский, он что, уже видел вот эту вот шаткость, которая затем уже полностью проявилась в Горбачевскую эпоху? Он видел возможность развала и национализации элит местных? Да, конечно, но я думаю, что Андропов далеко не первый, кто это понимал. Сталин это понимал. Сталин возражал ведь против создания автономных республик, формально независимых республик. Он хотел, чтобы они входили в СССР на правах автономии. Они спорили с Ленину. Ленин настоял на форме федерации, а жить с этим пришлось Сталину. Как Сталин решал этот дуализм? Потому что он писал Ленину о том, что вот вы говорите, что единство партии обеспечит нам единство федерации. Но там вот буквально почти цитата молодые коммунисты на местах склонны воспринимать Конституцию буквально. Вот на что обращал внимание Сталин. И, соответственно, как он решал эту проблему? Так, как умел. Время от времени резал национальные элиты. Ну, собственно, да, так сказать, что Сталин, что Андропов предвидели, откуда рванет, и таки оно рвануло, и таки оно распалось. Значит, Россия у нас действительно осталась на обломках империи. Вот я сейчас хочу понять, почему русский национализм сегодня является настолько маргинализованной силой? Почему с ним, так скажем, и либеральный дискурс борется, и государство боится и заигрывает с ним, но тоже, по сути, своей правящей элиты борется с национализмом? Почему наш национализм, собственно, ограничен вот таким вот русскими маршами в Люблину или в Марьино? Ну, я думаю, что национализм совершенно не ограничен русскими маршами. Я думаю, что очень опасно и неправильно вот говорить, что только это и есть националисты. Где он, в каких формах он тогда живет сейчас? А что такое нация? Да? Вот не случайно важно задавать этот вопрос себе. Нация это политическое участие. Вы хотите построить нацию? Дайте людям политическое участие. Если вы профанируете выборы систематически, то вы мешаете строительству нации. Это раз. Второе. Как и всякая имперская нация, русская нация всегда была этнически открытой. Никогда не было такого, что по расовому признаку мы закрыты. Если есть какие-то националисты, которые говорят, что ассимилированные потомки еврейской интеллигенции, которая сыграла такую большую и не всегда замечательную роль в истории России в 20 веке, что они не должны быть частью русской нации, это фашизм, это расовые теории. Отсюда, кстати, можно объяснить, почему либералы не любят, потому что среди них очень много людей неарийского происхождения. и просто тут вопрос такой, если мы говорим о том, чем должен быть русский национализм, он должен быть этнически открытым, он должен быть основан на политическом участии, и политическое участие должно быть основано на нормальных демократических процедурах, а не на кидании зигов и формировании каких-то боевых дружин. Должно быть, вы сейчас говорите о должностовании, я говорю о той форме нынешнего бытования русского национализма. Ну, а Путин не является русским националистом? Да, конечно, является. Но он этого никогда не признает. Он не скажет, не выйдет, не скажет, я русский националист. Он не выйдет и не скажет, потому что он не рассчитывает быть правильно понятым. Потому что у нас же это наследие Советского Союза до сих пор сохранилось. Страх перед нацией. Нет, 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 не страх перед нацией. У нас же нации были, и мы нации не боялись. Только у нас как было? У нас была очень жесткая конструкция. Ведь советский язык, что такое советский язык? Он же насквозь идеологизировал. Значит, у нас есть национализм, он какой? он буржуазный, он плохой. Буржуазный, да, буржуазный национализм. А есть патриотизм, он хороший. А у нас есть интернационализм, он хороший, он пролетарский. И у нас есть безродный космополитизм. Соответственно, у нас нет слов нейтрального значения. Ну да, все бинарно. Все бинарно. Соответственно, если национализм, то что-то не так. А националисты бывают разные. Да, как грибы. Бывают ядовитые, бывают вкусные. При том, что как бы я принадлежу к конструктивистам, и я понимаю, откуда растет, из какого сора эта нация любая. Любая. Все-таки, если нация это про политическое участие, про солидарность, в чем главный провал русского национального проекта? В том, что когда пришел кризис 1917 года, оказалось, что другие воображаемые сообщества оказались более сильными. Воображаемые сообщества класса. И поэтому низший класс вырезали или выгнали из страны врагов. Если бы у обеих сторон было бы осознание, что они части одной нации, этого не случилось бы. Поэтому нация как инструмент предотвращения резиней конфликта. А когда кто-то кидает зиги, то это нация, которая становится инструментом приготовления к резине и конфликту. Но с другой стороны, посмотрите, разве один из инструментов строительства нации не включает в себя конструирование образа другого? Нация себя осознает, противопоставляя себя кому-то еще, какому-то другому. И сейчас у нас очень много таких других. Будь то, скажем, мигранты внутри российских городах, на чем, скажем, многие избирательные компании построены, или будь то там Америка снаружи? Ну, я бы сказал так, что если у вас иной снаружи, то с этим в общем можно жить. Да? Другое дело, что иной не обязательно враг. если у вас иной внутри, то вы уже in trouble. У вас уже проблемы серьезные. То что вы будете с этим делать? Надо создавать какие-то конструкции, когда разные люди, да, в культурном смысле, по цвету волос и прочее, они все-таки создавать механизмы какого-то их сплочения. Ну, вот сейчас, мне кажется, это у нас сейчас и происходит. Мы сталкиваемся с тем, с чем, собственно, и европейский национализм уже последние 50 лет сталкивается послевоенной весь, с большим наплывом мигрантов. Вот как русскому национализму, такому позитивному национализму, о котором вы здесь сейчас рассказываете, справиться с вызовом мигрантов? Эти люди интегрируемы в русскую нацию? Ну, так надо различать, потому что они же разные эти люди. Кто-то интегрируем, кто-то не интегрируем. Вот, извините, вот, Алексей, вот русском имперском проекте, ведь мне кажется, он был очень такой вовлекающий, там, татары. Они же были татары частью русской нации, имперского этноса? Нет, с татарами было сложно. С татарами боролись, потому что татары воспринимались как люди, которые способны создать свой экспансионистский проект. Чем они, собственно, и занимались? Боролись с татарами за влияние на поволжские народы другие? Нет, ну а московские татары? Это другое дело. Я сейчас имею в виду вот такие, которые сидят в середине империи. Понимаете, тут важен вот... А в Казани это не середина империи? Ну, я имею в виду Москва-Петербург. Нет, значит, если у вас есть диаспорная группа, которая приехала в крупный город, успешно ассимилируется, осваивает язык и вписывается замечательно и совершенно не важно, какого она происхождения. То есть она входит в нацию? Она может входить в нацию. Тут важно, чтобы она хотела и чтобы ее не отталкивали. А если они не хотят, в чем разница 21 века и 19 века? Все-таки мы довольно много прожили, какие-то вещи изменились. У этих людей советский опыт воспитал совершенно сознательно нерусскую национальную идентичность. Им дали автономии, им сказали, что у них есть нации, да? Помните этот спор в Государственной Думе? Как должна называться Россия, да? Российская Федерация в скобках Россия или Россия в скобках Российской Федерации? Казалось бы, чего спорить? Не так просто. Как записать в Конституции многонародная российская нация или многонациональный российский народ? Ну да, те же споры вокруг ельцинского россиянина. Вот и так дальше, и так дальше. Кроме того, надо понимать, что нет ни одного государства, в котором все, да, вот все живущие там люди включались бы в эту нацию. Ну, в этом смысле, тогда вот сейчас, наверное, главный вопрос, заключительный вопрос в нашей беседе. В России какой национализм возможен, этнический или гражданский? Эти вещи совершенно неразделимы. В том смысле, что мы привыкли говорить о том, что вот есть гражданский на Западе, а на Востоке Европы он этнический? Это глубочайшее заблуждение. Это не так. Это всегда амальгама. Там всегда есть этнический, расовый, культурный и очень важный гражданский компонент. Если гражданская составляющая нет, то тогда у вас никогда нация не сработает. Поэтому это вопрос политического участия. на низовом уровне и на... То есть это вот тот самый момент, когда мы приходим к тому, хотите нацию, стройте демократию. Ну что, вот это, мне кажется, очень хорошая точка в этой беседе, в этом рассказе, который нам здесь представил Алексей Миллер, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам. Ну а я вспомню еще вот это, то, что мы сейчас уже упоминали, как Ельцин внедрял понятие россияне, россияне, дорогие россияне, с каким трудом оно входило в наш дискурс. Но мне кажется, что у него есть очень большой позитивный смысл, который еще не до конца исследован. Так что вы знаете, как есть песня утесов, которую поет «Дорогие москвичи и добрые ночи». Я здесь хочу сказать «Добрые ночи, дорогие россияне». Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Всего доброго.